Всем привет! Сегодня небольшое видео про обновление канала, которое вас ожидает в следующие дни, недели, возможно даже месяцы. Но начну я с более обозримых планов, а именно на этих выходных, а именно в воскресенье. Подключайтесь к каналу, не забывайте колокольчик нажимать, чтобы не пропустить всякие выходы видео, в том числе воскресного, которое, я думаю, всех подписчиков давних или новых интересует, это презентация моего нового велосипеда. Да, кто-то угадал, кто-то не угадал, и, я не знаю, пишите в комментариях, кто угадал или нет. Под этим видео можете писать, если вы свои догадки еще не презентировали, но в любом случае все уже случилось, и в воскресенье, как я уже сказал, все будет. Но перед воскресеньем, а именно завтра, 9 мая, вас ожидает, я думаю, бомбезное видео на тему 9 мая. То есть День Победы, а не какие-то там другие возможные праздники, там без понятия День Сантехника, День Ботаника, хрен знает что. Нет, именно День Победы. И, на мой взгляд, это видео действительно очень крутое, сам себя не похвалишь, но попросишь поставить, конечно, лайки, комментарии по самому разному поводу и без, как вы празднуете, как у вас празднуют, пишите комментариев побольше и прочее, если вам видео понравится. Завтра оно выйдет, если понравится, пожалуйста, делайте все, чтобы его продвинуть. Это, конечно, здорово, что оно понравится моим лояльным подписчикам, в чем я не сомневаюсь, но, возможно, что-то, какие-то моменты мне понравятся. Но если это видео будет на большую аудиторию, спроецирован за счет вашей поддержки, будет еще лучше. Какой формат каналу иметь в будущем? Это было по-русски, надеюсь. Но я делал самого разного формата видео, и я, конечно же, понимаю, что вело-видео вроде как набирают в среднем больше просмотров, однако до сих пор, если вы посмотрите самое популярное видео этого канала, то в топе, и просто вообще никакому видео не суждено на моем канале догнать, видео про алоэ вера. Вау, не алоэ вера, а вот гигантские алоэ, короче. Если вы не смотрели, то, наверное, вы недавно подписались на этот канал, потому что это самое популярное видео. Больше 200 тысяч просмотров я не смотрел, сколько там статистика изменилась, но регулярно в топ-5 это видео по просмотрам за последние 28 дней, и так уже несколько лет. То есть его смотрят. Это вот как раз то, о чем я говорю, если вы продвигаете, если вы пишете комментарии, то в будущем это все будет набирать, набирать, набирать тысячи. Сначала сотни, конечно, потом тысячи и десятки тысяч просмотров. Вернемся к теме формат видео, что мне делать дальше. Понятно, что в среднем вело-видео набирает больше и так далее, но у меня есть определенные темы, которые нужно освещать. То есть я говорю на своем канале в основном только о том, что считаю важным, о чем нужно говорить. И, конечно же, свои коренные темы никуда я не выкину. То есть я здесь вот сейчас спрашиваю не у затычек, которые говорят «Дерой, сколько пробил себя?» Нет, не про это, не у этих людей я что-то спрашиваю сейчас. До сих пор все коренные темы останутся. То есть на примере, скажем, седла я буду говорить, что не имеет никакой необходимости делать его из кожи, как, в принципе, любые другие вещи. Я буду говорить, снимая покатушки и рассказывая, как круто кататься и прочее, и прочее. Я буду говорить о том, как хреново финансируется велоинфраструктура в Германии, в принципе, в мире, в отдельных странах. Лишь в странах исключительных ситуация выглядит другим образом. Короче, все эти темы я буду в одно видео компоновать и интегрировать. Насколько это у меня получится, я не знаю. Гармонично сделать. Но это, по крайней мере, вот мой план. Как вы считаете? Стоит ли так делать? Либо делать больше отдельные видео. Но все равно выпускает довольно-таки часто. И лучше делать отдельно. Еще раз, да, просто вопрос нужно сформулировать. Отдельное видео по каждой теме, либо как можно больше тем, но в одном видео. Дай мне знать в комментариях, какой тебе формат лучше нравится. Понятно, что если я буду интегрировать темы, то длина видео будет незначительна, но в среднем значительно дольше, чем обычно. Но, да, какая длина? Тебя тоже устраивает 10 минут. Вы знаете, что есть чуть больше 10 минут. Делаешь 10 минут и 1 секунда, то уже гораздо больше рекламы включается и прочее, прочее. Но это все такое. Я никогда, вот сейчас даже не знаю, сколько минут, 5 минут идет это видео. И, в принципе, никогда на это особо не смотрел. Если уж слишком заболтался, то тогда разве что. Но, да, это к формату видео. И недавно я выпускал вот отдельное видео по теме, скажем, Навальный, политика и прочее. Люди спрашивали у меня, серьезно ли я так вот отношусь к творчеству Навального и прочее. Я просто здесь хотел прояснить свою позицию еще раз по этому поводу выразить. А именно, я считаю, что Навальный просто гениальный блогер. И он лучший оппозиционный блогер в Рунете. Есть десятки, на самом деле, оппозиционных блогеров. Даже я сделал сколько оппозиционных, скажем так, распространяющих оппозиционные мысли в видео. Но есть настоящие оппозиционные блогеры. Это новости сферы державы, ОМТВ и куча других, на которые и быть или, и куча-куча других. Которые тоже употребляют огромное количество времени в создании своих видео. Постят практически каждый, что не касается быть или, но все равно, короче, употребляют время. Конечно, Навальный, если смотреть, сколько он лично там делает для канала, возможно, это меньше. Но в любом случае, там труд огромный идет. У него просто все организование, систематизирование. Короче, лучше он топ. Блогер. Политик ли он? Я считаю, моя позиция по этому плану. Он не политик. Zero, ноль. Он не политик. Хороший? Это значит, что он плохой политик? Нет, это не значит. Значит, что он хороший политик? Нет, тоже не значит. Он просто не политик. Почему? Да потому, что в России долбанутая власть, которая не пропускает абы кого, и даже вот таких, как Навальный, во власть. Там абы кого как раз пропускает. Но только тех, кого нужно. Да, там Валуи всякие, всякие вот эти артисты, у которых там пол мозга, а на другой половине кокс там, я не знаю. Но его просто не пропустили. И я не знаю, какой он политик. Он отличный блогер, но он в последнее время делает такие видео, мол, на контрасте. Вот этот очень богатый, посмотрите, что он имеет. А большинство бедные и ничего не имеют. Типа, вау, круто, здорово. Это, конечно же, правда. Это печально, это трагично. Но что это изменяет? Я 15 лет уже как в Германии, по-моему, если не больше, но переехал из России, из Казани. И там провел свое детство, получается. И, конечно же, я видел, и в Казани там все знали, кому какой замок принадлежит, грубо говоря. Кому какой, какая вилла с вертоленной площадкой, с доступом там к Казанке, к Волге, с своей пристенью, со своими катерами, яхтами и прочее, прочее. Все это знали уже тогда, 20 лет тому назад. И что это в итоге? Вот сейчас я с ретроспективы обращаюсь на все эти знания. Что это изменилось? К сожалению, нет. Поэтому видео Навального по всем вот этим типоразоблачениям, ну, это просто развлекуха, и это классная развлекуха на высшем уровне. Я поэтому и смотрю. Но это что-то политически меняет? Нет. Навальный говорит, что это долгий процесс, нужно формировать мнение у людей и так далее. Я отчасти согласен. Но вот это немножко потерпеть я где-то уже слышал. И, возможно, одной жизни, одного Навального не хватит, чтобы процессы эти в итоге кристаллизировались в каком-то результате. Это то, что нужно нам сейчас. Не когда-либо, когда будет третий приемник Путина или еще что-нибудь. Нет. Сейчас. И единственный путь, опять-таки, он, да, радикальный. Если мне написали, вот, ты радикальный, а когда правда была не радикальной, правда всегда радикальная. То есть, посмотрите, глобальное потепление, правда радикальная. Нужно перейти, нужно изменить свой образ жизни, чтобы предотвратить глобальное потепление. Посмотрите, корона, правда. Единственное, что тебя спасет, это твой иммунитет. Это единственное, что тебя спасет от короны. Что делать, чтобы повысить свой иммунитет? Не пить, не курить, изменить свой образ жизни, умеренный спорт каждый день, сон, здоровый, гидротация, переход на растительное питание. Высоку, не абы какое, водка с чипсами, это тоже растительное питание. И 100% по вегану, если чипсы, опять-таки, по вегану, там, без бекона, хотя Принглс есть со вкусом бекона, по-моему, и там вот это всего лишь аромат какой-то, который вообще не связан никак с беконом. Но, нет, высокоуглеводное, зачастую цельное питание, конечно, низкое жировое и прочее, куча всяких вещей, которые иммунитет твой поднимут и спасут от короны, то есть, значительно понизит риск и повысит возможность выживания. Но это вот такая вот радикальная правда, то есть, нужно изменить ценафиг полностью, чтобы выжить. Вау, это радикально? Спасаться радикально? Мыслить рационально это радикально? Не думаю. Но вот, что, правда, в плане политическом в России, так это то, что, если ты хочешь к результату увидеть результат сейчас, изменение к лучшему увидеть сейчас, а не через поколение, то нужно действовать сейчас. А как именно нужно забирать власть? Я не знаю, как еще. Собственно, Навальный хочет сесть на стул, на политический стул, но перед ним куча дверей, которые закрыли. И у него определенно есть лом, да, у него хороший такой лом, которым можно все это раздолбать, но он ходит вокруг этого здания огромного, полностью железного, охраняемого и прочее, и рассказывает там какие-то, ну, я не хочу сказать сказки, он правдивые вещи рассказывает, но все равно от этого здание менее защищенным не становится, от этого он ближе к стулу за дверью заветному тоже не становится. То есть, его, да, короче, это вот одна тема. Дальше вернемся, раз уж мы сегодня по обновлениям, к ватметру. IQ уже первые выпустили и затестировал DC Rainmaker, он вроде измеряет вообще классно и прочее. Посмотрим, как в итоге двусторонний выйдет ли, когда он выйдет, надеюсь, все-таки в этом сезоне, и моя жена уже начнет по ватам ездить, вообще узнает, что это такое. То есть, это действительно, кто приобретал ватметр и осознавал, что это вообще такое вата, и ездил по ватам, но это просто знакомство с велосипедом заново. Поэтому, определенно, как по-немецки называется, я давлю большие пальчики вот так вот, да, и надеюсь, в общем, что это все выйдет вовремя, и, конечно же, вам все это покажу. Но, да, это было вот все, не забывай поддержать, конечно же, все это дело, и по формату ответить мне, какой себе формат лучше, все в одном, или каждая тема, или по парочке тем в отдельных видео и так далее. Дай мне знать в комментариях по этому поводу, не забывай про колокольчик, это вот статистику тоже увеличивает и очень помогает, собственно, всему каналу. Но, да, вот уже и 13 минут, оказывается, прошло. Спасибо за внимание.